В отеле Мозаик также есть спа-центр. Можно в номер заказывать и завтрак, и какие-то блюда. Например, гамбургеры, пиццы, различные блюда мясные, десерты и так далее. Ну и, конечно же, отель Мозаик. Давайте посмотрим, как выглядят еще и другие комнаты. Вот так вот отель выглядит. Второй этаж, где мы с вами были. Здесь еще есть внутренний дворик. Вот так вот выглядят завтраки и обеды. Большие комнаты. Здесь есть и люксы. И, конечно же, хамам. Хамам – это шикарное место, бассейн и спортивный зал. В общем, отель, что надо. А наверху, на террасе, открывается потрясающий вид. Но туда мы сходим тоже с вами чуть попозже. Здесь, на площади Берзит, находится университет стамбульский. Называется «Истамбул университесе». И вот так вот выглядит главный вход в университет. Давайте посмотрим. Очень красивый, конечно, вход в университет. Но возможно ли войти в университет, я не знаю. Через пост охраны, скорее всего, можно пройти. В университет, друзья, зайти нельзя. Но если бы мы постарались, конечно, мы бы прошли туда. Но университета, площадь, конечно, шикарная, парк. И для посещения сейчас закрыт. Но поскольку у нас немного другая программа, поэтому мы идем дальше. Но красота потрясающая. Здесь еще есть библиотека. Айхан говорит, что есть библиотека. Возможно, нас пустят в библиотеку. Городская библиотека Берзит, одна из самых больших в Турции. И, возможно, в библиотеку можно пройти. В конце вот этой дороги базар, на который мы идем. А здесь хан, друзья. И опять мы заходим в какое-то очень интересное место между улочками, между одеждой. И здесь... Айхан сказал, что здесь хан. А? Да, торговые районы. Вот такого вот интересного. Мы с Айханом приехали сейчас на станцию метро Гаретепе. И в Стамбуле есть торговая цена, называется Зорлу. Где подаются брендовые вещи в бутиках. Есть такие марки, как Луи Уйтон, Гуччи, Валентина, Барбари и так далее. Поэтому, если вы хотите купить брендовые вещи, оригиналы, приезжайте в Стамбул в Зорлу Центр. Большой выбор марок, ювелирки, обуви. И все, что хотите. Мы идем не за покупками, мы идем по работе. Поэтому делать обзор в этом магазине я не буду. Но просто хочу дать вам информацию за брендовыми оригиналами в Стамбуле. В Зорлу Центр. Можете приходить и смотреть новые сезоны, новые вещи. Ну и, конечно же, покупать, если хотите. Чтобы попасть в Зорлу Центр, нужно идти вот по такому длинному туннелю. Ребята, знаете, что я здесь обнаружила? Вот такое вот интересное приспособление. Оно стоит, ну, буквально каждые 20 метров. Как вы думаете, для чего вот эта вот штука нужна? Следующая штука вот там вот стоит. Для чего? Я, конечно, предполагаю, но напишите в комментариях, как вы думаете, для чего нужны эти штуки. А-а-а, вот это да. Мы с Айханом очень встали. Ну, простите, у нас Стамбул на самом деле выматывает очень много народу. И сейчас едем обратно на нашу станцию, где наш отель. И покушаем же вкусненького. И пойдем уже в отель отдыхать, потому что завтра очень важный день. Дышим до месяца? Дышим еще нет, да? Дышим потомsemble. Я-рубаю. Пустали, да? 10, 11, 12. Это очень хорошая цифра, и на самом деле это даже лучше. Чем меньше, тем лучше, потому что у нас такой принцип работы, как в нашей компании, так с нашими партнерами, ну и вообще в принципе везде, персонально подходит. Поэтому мы сможем с вами и персонально пообщаться, и познакомиться. Сначала я вам поставлю одно видео, вы его посмотрите, потому что исходя из этого у нас уже будет строиться дальнейшее время. Яндекс почему-то меня выбрал знатоком по Турции и пригласил меня стать квалифицированным знатком в Турции. Почему, казалось бы, да? Ну то есть знатоков в Турции много, людей, которые занимаются Турцией много. Почему именно я? Вот. И далее я стала думать о том, как мысли материзуются и как мы можем быть не просто успешными, а самореализовываться, да? Можно быть успешным, надо зарабатывать много денег. Но самое главное для человека что? Самореализоваться, да? Жить в гармонии с собой. Не важно, сколько у тебя денег в кошельке, если тебя это устраивает, то это означает гармония. Поэтому, как я уже говорила, все, что я говорю, применяйте на себя. Мы чуть позже с вами познакомимся. Примеряйте на себя, не важно, чем вы занимаетесь. А если у вас свой бизнес, учитесь ли вы домохозяйка, ли вы и так далее. Примеряйте все на себя. Поэтому для того, чтобы достичь успеха и быть самореализованным, самореализовываться, нужно быть решительным. Именно поэтому я поменяла слово «бедные люди», но они решительные люди. Потому что если у вас нет решительности, то мало чего вы сможете, ну, в принципе, добиться. Поэтому решительным и нужно быть осторожным. Нерешительность не означает осторожность. Нерешительность – это просто ожидание. А быть осторожным – это анализировать ситуацию вокруг себя. Как бы это было в бизнесе, как бы это происходило, я не знаю, в каком-то проекте, концерте и так далее. Вообще в жизни. Нужно быть открытым. Это очень главный момент. Избавьтесь от всех стереотипов, которые у вас есть. Если вы не открыты людям, если вы не открыты новым проектом, если вы не открыты новым впечатлением, если у вас не открыто сердце, ничего не получится. Люди будут вас критиковать, говорить, какие вы не такие, какие вы странные и так далее. Но если у вас нет открытости к миру, если вы приезжаете в какую-то страну, и у вас куча стереотипов, ну, вы прекрасно знаете, какие стереотипы есть по поводу Турции, да? То есть мы отбиваемся постоянно каждый день. Нужно быть верным себе. Открытость и верность себе – это две вещи, которые стоят очень близко. И если вы верны себе своим принципам, и никто их не сможет пошатнуть, то вы также будете самореализовывать. Вы должны быть уверенным в себе, и вы должны быть изучающими. Если вы не изучаете окружающий мир... Ну вот, грубо говоря, в Алане какая у нас есть ситуация? В Алане очень скучно, одни пенсионеры, что там делать, никакой культурной жизни, ничего нет. Ну, ребят, 40 минут на самолете, и мы в Стамбуле. Я вчера прилетела в Стамбул, я успела побывать в двух музеях, сходить в пару мест по работе, и сходить в Зору-Центр, мне тоже не было по работе, вообще пообщаться, посмотреть, какие новые товары пришли и так далее. То есть будьте открытыми, будьте открытыми, изучайте. Это очень интересно. Вот, например, на Истекляне, кто был в музее Аквата? Гаверия? Само. Все были. Все были. Ну, в Стамбуле живете, вам повезло. Вам вряд ли просто повезло. А если спросить у кого-то из тех, кто живет где-то в Алане, в Анталии и так далее, они в местных музеях-то не были ни разу, а говорят, что очень скучно. Поэтому будьте изучающими, познавайте этот мир, а в Стамбуле, ну, вы просто счастливчики. Давайте теперь познакомимся с вами, прежде чем я начну себе представлять, чтобы знать, в какое русло нам направлять наши дела. А вот после студенческой жизни оказалась на нее более, менее яркой. Креативные люди. А знаете, сколько было в поиске? Лет 20, наверное. О-о-о-о. Ты никогда не будешь, чтобы мне рассказать. Поиск – это такая штука, прям, которая еще может вернуться. Тут проблема в том, что как раз таки, да, чтобы и показать себя, но зачем-то заниматься, потому что это как раз нерешительность, это моя самая такая точка. А вот это самое главное, когда ты работаешь на кого-то, да, искать себя. Но когда работаешь на кого-то, ты все равно даешь, там, ну, минимум 50 своего времени, ну, менее. Ничего не поделаешь. Да, и мы все-таки, если есть время, то ты все равно избегаешь психологически от своих каких-то необходимых действий. Ну, вот если работы, когда вы приходите, чем вы хотите? Вот вы ждете, пока закончится рабочий день, и вы спешите домой, чтобы заняться каким-то любимым делом. Вот есть такое? Ну, я работаю дома. Поэтому я параллельно. Для этого это еще один минус, работать дома. Ну, да, для этого так удобно и комфортно. Да, зона рутины. Зона рутины вот она такая остается. Я узнала, что зона комфорта, оказывается, называлась зоной рутины. Изначально она была неправильно тут передана, и немножко изменяется значение, что теперь нам должно быть комфортно, а вот рутинно, вдруг не должно. Жизнь. Я представляю свои товары детские, которые чуть ли не своими руками делаю. Ну, это пока очень как бы такое маленькое дело, и я бы хотела его как-то развить в будущем. А также мне очень интересно в последнее время все, что связано с упаковкой бизнеса, с дизайном бизнеса. Уже 5 лет я занимаюсь массажем, 6 лет я в Турции, и замужем. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Но, в принципе, это тоже был такой поиск, потому что, когда я приехала в Турцию, то есть стал вопрос занятости, потому что дома сидят, вообще не говорили, и дальше. Если так, Татьяна попала случайно, уже я пришла по Семейно-Уздайскому поговорить, а так как Татьяна, здесь ты тоже пришлась по мне. Ничего случайного не бывает. Я уже здесь где-то в Стамбулле, по образованию работала в Ангокатуре все 3 года в Турфирме, периодически у Татьяны на работе, сейчас я первая пыля по Семейно-Уздайскому что заводится, пока я сейчас буду оперироваться, ищу квартиру, пока я сейчас в поиске. Я тоже раньше ходила на всякие курсы, вы знаете, здесь были группы Скул, Марина-Век, Ланя, везде, везде успела, сейчас у меня такое состояние, что я хочу просто успокоиться, успокоиться, успокоиться и решить, что я хочу. Я очень благодарна, что вы все сегодня собрались, у меня сегодня такой первый опыт организации, я не знаю, Катя молодец, давайте тоже молодец. Я правда старалась, надеюсь, что... С душой, вот видите, когда с душой все получается, даже если... Да, соглашусь, и я еще раз на это. Это же я помогу. А, если только с вами, то вот. Так что, чем я занимаюсь, у меня свое агентство по продвижению в соцсетях, вот, своя команда, и мне бы хотелось тоже узнать про брендик, потому что это непосредственно относится ко мне, вот, и рассказать тоже своей команде о тех инсайдах, которые я сегодня найду, вот. Так что, вкратце вот так, супер, здорово. Смотрите, пока вы говорили, по поводу... Прежде чем я представлю себя, чем мы занимаемся и так далее, прозвучал очень... два важных момента. Это много чего хочу делать и где найти деньги. Так ведь? У кого такой вопрос? Я на то, что... Ну, грубо говоря, для открытия бизнеса и так далее, да? Есть такой принцип. Смотрите, если у вас много вариантов того, чем вы хотите заниматься, напишите их в столбик, я не знаю, в столбик, в строчку, как хотите, напишите, и найдите то, что требует меньше всего вложений, что вообще не требует вложений. Например, мы сможем, начинали, мы начинали с нуля, я делала визитки на коленке дома. Поэтому вложений, ну, какие вложения? Ну, никаких, да? Компьютер есть у всех. Вот можно и... Кроме, привести из своей личного опыта того, что пока начинала я свадебные платья для того, как стать дизайнером, мишленов, уже открыть свой шоу-рум и всякое такое, я тоже брала на реализацию у других дизайнеров платья и вообще без вложений. Это тоже, как бы, работая в офисе, получая копейки, если там на примерке, там, к инвесторам. И вот точно так же, ну, там были минимальные вложения, там, аренда рейла у меня знакомого в магазине, и, в принципе, 10 тысяч были в вложении, и остальное было чувство своего вкуса, введение Инстаграма, соцсети и проведение фотосессий. Вам это было интересно. Конечно. Это самое главное. Так хотелось бы выйти из рутины, из этой, чтобы наконец-то на кого-то не работали. Это самое главное, это вот это вот, когда... Да, презентация, это самое... Ночью не спишь, там, не ешь. Мы вчера вот с Айханом ездили в этот зону-центр, и вот я вчера заметила, я всегда смотрю на афиши, на логотип везде, начиная там от логотипа метро, заканчивая все. Ну, я Айхану вчера говорю, я просто с ума схожу, я смотрю на все афиши, все логотипы, я их анализирую, говорю, как у меня еще не взрывается мозг. Но на самом деле это не просто вот ты смотришь и думаешь, красиво-некрасиво, да? Ты должен понимать, почему такой логотип, почему такой цвет, почему именно такая картинка, да? Почему, что? Ведь дизайнеры создают картинки, логотипы, постеры не потому, что им так нравится, а потому, что они хотят вам что-то сказать. Они хотят привлечь определенную аудиторию, определенного потребителя, если это касается товаров, например, как в торговом центре. Привет! Дорогие друзья, наш семинар закончился, и сейчас с Айханом мы едем в центр в Токсим, и из Токсима пройдем пешком до нашего отеля, который находится на Веднеджиллях. Веднеджиллях. Семинар был очень классный, девчонки просто потрясающие. Сейчас идем гулять по нашему традиционному маршруту, вам он, наверное, уже надоел, потому что всегда мы поистекляли гуляем, но это нас любимый маршрут, и от этого никуда не деться. Мы на улице и Стекляль, и друзья. Сейчас я вам покажу тоже одно очень красивое и интересное место. Это Чичек Пассажи. Здесь очень красивая архитектура, и вот такие вот многочисленные кафешки. Если вы хотите посмотреть красивый интерьер, то здесь вот такая вот интересная архитектура. Ну и, конечно... Айхан, нас у Бизельмы? Да. Здесь можно выйти. Выходим на улицу, и опять попадаем в очередные торговые ряды. И здесь продают рыбу. И тоже какой-то интересный пассаж. Друзья, когда вы в Стамбуле, заходите на боковые улочки. Несмотря на то, что здесь, конечно, огромное количество магазинов, вся архитектура здесь сохранилась просто прекрасно. Можно пройти практически через все дома. А вот здесь какой интересный дом. И открыта дверь. Если видите открытую дверь, заходите в подъезд и смотрите архитектуру дома. Солнце заходит в Стамбуле, друзья. И мы сейчас находимся на Галатском мосту, где очень много рыбаков. Очень красиво, конечно, здесь. Хотя, Архан и говорят, на Галатском мосту. Но очень красиво. Как-то жалко. на трамвае мы доехали до нашего отеля он находится на остановке лалали очень близко и сейчас друзья идем хамам но видео из хамама этого то ли вы увидите уже в следующем году ой следующем году следующие в следующем видео вы увидите обзор этого хамама ну а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока а